Продолжу, пожалуй, раскрывать мелкие фишки супермаркетов. Прошлая статья про плитку на полу вызвала нормальный такой ажиотаж. Конечно же, большинство людей пишет «нет, на меня это не действует». Ну, впрочем, и ладно. Как сказал какой-то умный человек, если вы не замечаете, что вами манипулируют, значит вы в руках профессионала. Итак, очередная фишка – это красные ценники. Но фокус совсем в другом, о чем расскажу чуть дальше. А пока про сами эти ценники. Небольшое вступление, которое можно пропустить, но лучше прочитайте подмигивающее лицо. Что же значит этот цвет? Да, конечно же, скидки и распродажи. За долгие годы все уже привыкли, что если ценник красного цвета, то это значит, что цена снижена. И настолько формула «красный ценник» скидка впиталась в мозг, что большинство людей уже неосознанно обращает внимание на этот товар. Вот просто на уровне подсознания проходит такая цепочка мыслей. 1. Красный ценник, внимание. 2. Что это за товар? Хоть чуть-чуть он мне нужен. 3. Да, пригодится, беру. И руки уже сами кладут в тележку очередную пачку каких-нибудь фитнес-хлопьев. При этом у покупателя перед глазами список с нужными продуктами, и он всегда, всегда покупает все только по списку. А теперь, самое главное. Именно та хитрость, про которую хотел рассказать. Но вот стоит внимательнее присмотреться к цифрам на этих ценниках и обнаруживается одна удивительная вещь. Оказывается, не всегда цена на этих товарах снижена. Да, да, просто поменяли цвет ценника, а цену оставили ту же самую. Ну или рамочку красную на старый ценник надели, не буду говорить, в каких магазинах так делают. Сами, наверняка видели, для чего так делают. Но тут, думаю, все просто и понятно, чтобы продать нужный товар, при этом не меняя цену. В заключении небольшой реальный пример. Не могу сказать о продуктовых супермаркетах, а вот мой приятель в августе прошлого года, у него большой супермаркет канцтоваров, провел эксперимент. Он выставил на полки новую партию школьных тетрадей, однотипных, но с разными обложками. Из 20 видов на два из них он как раз и повесил красные ценники, при этом цена осталась везде одинаковой. Как и ожидалось, эти два вида раскупили гораздо быстрее остальных. Спасибо за внимание. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, нажмите лайк, палец вверх. Ну и подписывайтесь на канал «Базарный дядька», чтобы не пропустить новые интересные и поучительные истории из моего опыта и из жизни других торговцев.